Расскажите, пожалуйста, что было рассмотрено на нынешнем заседании и, может быть, какие-то конкретные решения были приняты? Значит, данное заседание у нас символическое, 38-е. Должен сказать, что 7 лет назад, в апреле 2006 года, мы первое заседание проведили здесь, в выездной, на территории Республики Беларусь, в Минске. Значит, было рассмотрено более 15 вопросов. Эти вопросы касались итоги работы за 2012 год, задачи на 2013 год, было обсуждение замысла боевого сотрудничества 2013 и подпись соответствующих командующих под данным замыслом. Был отчет о продетованной опытно-консультовской работе заслон, выполнено было концерном ПО «Алмаз-Российская Федерация», блок финансовых вопросов. Обсуждался вопрос, связанный с тем, что по обращению командующих в августе, 14 августа 2012 года, по созданию информационного сайта, традиционного комитета. И мы обракились с командующим, какая необходима информация для того, чтобы внести туда, чтобы все наши сообщения, итоги нашей деятельности, успехи и задачи, мы могли свободно, можно сказать, используя новые технологии, высвечивать на интернет-ресурсе всеобщем. И были рассмотрены вопросы, которые будут выноситься в Астрахани в 2013 году на очередном заседании Координационного комитета. Вот такие вопросы. Расскажите, пожалуйста, планируется ли создание совместно с Россией и Казахстаном в единой системе ПО и как это повлияет на отношения с Беларусью? То, что в России и Беларуси уже есть единой системы ПО. Понятным вопросом. Нашим перспективным планом концепции развития объемной системы ПО и СНГ является следующим. Мы в 1996 году создали объемную систему ПО и СНГ, где говорили о координации наших действий. После этого нашими планами предусмотрено создание региональных систем. Мы предусматриваем восточно-европейские, это в Беларуси, в Кавказские регионы, в Армении, в Центральной Азиатской, то есть три региона. Они все взаимосвязаны. Влиять друг на друга они не будут, а будут взаимодополнять. После создания трех регионов коллективной безопасности, и в частности создания региональных систем, где будет единое командование, будет создана единая региональная система ПО и СНГ, то есть это как венец. Проблем никаких не будет, будем работать все в взаимодействии, то есть это более высший уровень нашей системы управления. При строительстве единых региональных систем, один из принципов, есть принцип единой военно-технической политики. Мы занимаемся и интеграцией, это может быть техникой и Беларуси, и России, и Казахстана, и так далее. То есть мы этот вопрос рассматриваем. Наши системы, они это позволяют сделать.